он квах то он квах то как думаешь какие призывы должны быть для начинающей я думаю проблема не производит проблему в регулярности чтобы какая-то лига которая медийно освещается поддерживается и при этом является регулярный вот в чем прикол и регулярно я имею ввиду не каждый там месяц в течение полгода чтобы это годами было знаешь определенная стабильность чтобы люди понимали что если они сейчас год-два будут задротить парка чтобы не знали что через пять лет у них будет будущее понимаешь о чем а это очень сложно сделать своими силами армию игрока такую не за что его спасибо тебе за то что смотришь так у нас будет судя по всему какое-то стандартное начало 120 не только как бы наташни тг в том плане что так вы вечно не стандарт катает 120 конечно может и стандарт катнуть и судя по всему это будет стандартового исполнения очень такой аккуратный медленный кольцо выпадает с другой стороны отлова это мы тоже видим нестандартная варкрафт умирает не смысл здоровья уже восемь лет умирает даже 10 лет умирает что-то никак не умрет через хранителя рощи игра которые сейчас считаются в европе прохладной темой она приходишь выстрелила так ну я понимаю это я понимаю нам просто и не нужны сотни и людей нам нужно хотя бы несколько нужно хотя бы несколько людей которые замотивированы так жалко да ну как бы я уже показывал как бы примеры наших талантливых игроков молодых 16-18 лет у меня есть каста на youtube канале те которые видели вы чаще всего это фингон и вампир особенно вампир который ну фингон всегда по фану больше катар у меня никогда не было надежды не надеждаешь желание стать профессиональным игроком а выпир у него были такие мысли ну он о них не говорил никогда но явно у него были но хотел стать профессиональным игроком варкрафт но как бы как им стать как стать профессиональным игроком варкрафт это же просто ну типа это абстрактный вопрос как стать профессиональным игроком я не знаю я часто не знаю потому что системы никакой нет а медленное начало матча конечно бывает ставит базу т2 десноковано тем вторым алхимика и вроде vkr cup есть для средних игроков где куда хэппи фоги таких сильных игроков не зовут нет на vkr cup как раз хэппи играет он все побеждает ты про back to warcraft cup да он есть но там соник выигрывает раз за разом почти все да ладно последние турниры но вообще да 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 back to warcraft cup это пример турнира который нужно проводить для начинающих или нет для начинающих или тир-1 игроков закрыть контракт какой-то организации вот да дать это хорошая идея чтобы киберспортивной организации пришли в варкрафт и подписывали игроков свой состав давая им зарплату чтобы они играли да это может помочь ну ладно тут матч панду взял вторым героем здесь бывает как бы задумка под как макро панда хороша в эти когда она прокачается когда она будет 3 5 уровня банку здоровья он взял с этой точки но при этом на кайлом забрал рыцарь смерти ограм ага поэтому получу немного опыта отсюда сеток телепортации демон прожимает во время успевает флиту меткости выбил он с лагеря наемников идеальный артефакт для нежели потому что усиливает всю армию без исключения 120 берет нагу для того чтобы подпушить и попытаться забрать древо жизни магазин город вас и пытается подстраивать юнитов пытается отменить и плетеный рудник и получается армию игрока атакуют богословения природы нет неужели и лавайт будет просто сдавать позицию даже выглядит как-то жалко что ли теперь пытается как там шумиху навести как вы видите древо жизни здесь постепенно падает или все-таки отойдет здесь 120 он у корней рассеивание кого нет на поле и корни сейчас закончится армию игрока так прошу на нанял то что не было проблем с деревом и пацифанду надо третьего прокачать и отменяет все-таки базу в итоге 120 очень плохая ситуация для для вала это потому что вала это стратегия очень огромного темпа то есть понятное дело фанта позволяет вывести игру в макро и в лейп и надеяться на иглу как бы на поздних стадиях игры но все равно аура вампиризма выпало ну скорее артефакт на продажу но можно оставить чтобы у поганишь был какой-то эффект вампиризма может спасет как-то но все равно прохладнее это конечно был бы классно артефактом для эльфа для медведей и великанов это с такой позиции с двадцатому думать это здоровье есть он ее прожимает пытаются убивать юнитов банды больше нет маны то что дышать но на кассу по всему умирает да именно так и есть у 120 здесь вообще много теряет так что у него есть и так телепортация видимо не хочет его прожимать потому что таким образом потерять несколько юнитов почти забрали паука из-за ауры рыцаросмерти паук передвигается быстро а ты чему против лина блин странная не пойми я поменял варим отцово спасибо что сказал банка камень здоровья есть не хочешь правда его прожимать определенно армию игрока т3 делает но пока что древом мудрости не ставит экспант не ставит мы на если успеваем ну мы на ес о ворвемся где-то середины турнира потому что как бы тут только второй полуфинал а нам еще финал смотреть я думаю где-то к 7 успеем где-то армию игрока атаку пытается красную закрепить ну просто акт корни окружения даже без корней настолько много скилухи вдыхнул на него медальон храбрость хороший артефакт то что мышелого не отстой мемный персонаж и скажем так но любом случае с поля зрения пропал о нем мало кто знает закрепливает до конца . нет красного крипа вот в чем прикол тут и 3 лич скоро выходит со сферой сейчас он выйдет купить сферу это будет значительное усиление нежити потому что как бы уже будет сильнее фокус урон про аура слящие до вытер у него также есть он выбил вас отец с лаборатории судя по всему и вторую красную точку тоже собирает экспант ставит на 120 это палит и отменяет на самом деле тут бы экспант ставить сейчас слова эту это вообще нифига не смешная реально нормальная идея может быть на этой точке тоже виспа подвести там базу поставить очень хочет забрать командир о граф куда ты выбежал молодой собирают что там выпадает только прозрение катгара пожалуй идеальный артефакт учета что он треба мудрости ставит и медведи у него будут приходит андет 42 на 38 андета больше обычно это никогда ничем хорошим не заканчивается когда андета больше армию игрока ну кстати четвертая панда но не 5 вот чё прикол 3 3 дыхания нет и плюс армия такая пропады но панде надо подходить и просто дышать и все эти забагованные анимации конечно на нынези определенная забагованные там любом случае как бы тотем исцеления есть даже три штуки статую есть все нормально и по панда панда ты куда лёками здоровье есть жить можно при забагованные дыхание кстати он прокачал яны мастера не хмельные порывторы пытаются убить нагу на ги есть телепорт жмёт телепорт и уходит спокойно итоге два медведя на пустом месте не отъезжают а причем ни одного медведя не потерял по красоте он же сталкнут красиво добавили бы уже новую разу да не нужна новая раса для того чтобы варкрафт ожил нужно просто выпустить аддон в стиле форзентрона и добавить новые юниты всем раз в отношении ложу на тип это будет прям офигенно круто это то что сделает варкрафт великим им конечно идет окрепливать то просто панду нужно прокачаться до 5 армию игрока так колодец конечно сверху новый раз третьим варик ну пацаны ну я говорю просто многие не понимаю то что это не надо знаете это как бы это как люди но есть люди которые например дайте есть такая стратегия может не слышали down of war soul storm по вселенной евро хаммер 40 тысяч там девять раз есть люди которые считают что это мало и нужно еще просто ну некоторые люди не понимают что это сложно балансить что это не прибавляет разнообразие на самом деле потому что каждый матча будет наобразен если не добавлять новых юнитов армию игрока атакуют если я должна быть пять или шесть раз да да но четыре раз тоже много четыре раза то более чем достану то что армия стрипит бомбажа да не они пососны там эльдары имба но эльфы везде имба это стандартно кстати так и не ставит базу нигде не тут не тут там околит стоит а сколько золота осталось много еще три с половиной тысяч чтобы завлечить какую-то аудиторию нужно было до начала не обосраться рефорж да не ртан дэвил рефорж привлёк новую аудиторию ну кому типа мой канал тому доказательство это что сейчас после не самого успешного релиза рефорж на канале играет какой-то там кореец против какого-то там китайца и камон это смотрит 1600 человек с привет кстати ребята всем доброго вам дня или вечера или утра не знаете вы находитесь привет дальнему востоку вас там вообще ночь вот поэтому понимаете да рефорж принес что-то хорошее потому что хайпа новая игра пускай в плохом смысле но какую-то аудиторию это привел и какая-то глиноместная игра получается уже никто воевать не хочет потому что них у них очень никто не хочет проигрывать капитан ты не составы на величайший starcraft 1 не я один раз него играл это все сам ты какой-то там кореец кому ну эти вы с позиции как бы рядового зрителя который никогда не интересуется варкрафтом то играет лавает против 120 почти банду забрали на черепаху битва просто шла чипа хочет собрать там может выпасть под классный артефакт черепаха упу его хрустальный шар нормально и банду до 5 хочется пипец прокачать армию игрок реально очень хочется не сдуваю нормально став есть вот так вот задувать можно время от времени после этого турнира побудем смотреть если опынер на дэвил я только сейчас понял в чем смысл этого никнейма про братан рандомный дьявол и к крутой никнейм плохой кайфу залетела потому что поменящий сыр но умер вот вас финкс это жестко потому что нет как великанов которые впитывают урон а все разваливается оставьте став есть на банду наставать на дождь армию игрока так нет он так сильнее 62 на 62 прода великаны вышли первое они с грейдами к тому же еще с половиной банда нажала неуязвимость но маном от поманы на дыхание сейчас буду короче аура архимага реально очень сильно помогает уже а можно наглубить ладу ноги есть неуязвимость вот вы смеетесь обуви нейшн да реально умер нет у нас сердце рыцарь смерти т.п вынужден прожимать и суша или все нормально держит вы чё с херня вот реально но это из-за панды как бы реально панда удерживают и в игре просто койл не может лечить всех юнитов но я считаю надо андетов бафать чтобы койлу сразу 5 юнитов лечил где по поняли вы кита кидаешь койл какую-то зону и вокруг этой зоны все получают лечение надо бафать андетов я считаю армию игрока атакуют а то панда слишком сильно третий лич почти там вторая нова будет экспан стоит они не шарит за него не шарит за него лавает он проверяет если там база тут даже не посмотрел и рудник бесплатно да блин рудник бесплатно натуре мем уже просто мы странно что лавайте ставит экспант нигде это очень странно для меня сейчас не шутишь нет конечно я вас и я всегда максимально серьезно более того я не умею шутить за деньки крейдов не делает на удивление для пауков а тут есть первое улучшение на защиту пандаревич дышит без анимации дыхания конечно тяжко на все это смотреть потом почему мне выжил пау даже залетел несколько защиты такой был использован минус лечь ставится эти базу наконец-то бывает вот только сейчас поставил 57 на 56 часа с прикол за бесплатным броняком хэппи как-то разжаловался что экономика андета слишком уязвимая и чтобы был баланс нужно сделать бесплатный урон дикой альфов и таки отменяет базу сильно ну так надо позицию принимать ватах они еще блин реально очень сильно решает эту трубку прозрения катгара цветок исцеления сша а теперь сейчас умереть может ладно зря он конечно прожимает и хмельные пары и дыхание пустирование у дыхания вообще нет но сейчас можно 3 генить 0 2 кстати улучшение в теории великаны очень долго должности жить на без кипера опасно предприятия рощи хочет вернуть зато 5 панда а вот третье дыхание сильно там третий койлоком за 1 ждет в итоге сейчас панда в натуре отъедет нам пауки отлетают потихоньку и кстати суши его от реально выиграть здесь еще это ров у какой-то прям то ли 120 херовами крит то ли еще что-то просто реально как-то много юнитов умирают но все бухлишко выпил панда ему нормально а кипер возвращается блин дед их это пригод 2 невизимости вот оправдал город посаде там почти мертвый ты знает что-то за наезды на 120 я я не наезжаю я восхищаюсь этим игроком ну вы кстати а так то работает рудник но весь это типа это как знаете были как там фильме помню я забыл называется фильм там где мужик на необитаемом острове сам один и для того чтобы не сойти с ума он придумал себе друга типа футбольный мяч с лицом картина масса как тот фильм называется как бы шахта уже полноценно начинает работать фильм изгой вова вова все все спасибо чат спасибо спасибо древо вечности пошел на золотую шахту снизу потому что мы не закончился продает бархин тупо 120 солдат так сказать здорово кста здорово ридикулас так подошел 120 удостовериться в том что дерево сюда идет и дерево действительно сюда идет армию игрока такую став ну кипера чтобы не погиб козырь или что или как а да все правильно козырь погиб бы фильм warcraft да именно фильме варкрафт это произошло это право крошер я думаю крошеры не жалко отдавать а у 3 вечности будет жалко отдавать 57 на 51 кстати он это так то больше 0 2 grade и все еще не качает на атаку баблишка нет отсюда это здрасте здрасте как ваше настроение как ваши дела как быть поспенды сложно воевать цветокиселение хотя бы если он деда у нее а есть один цветокиселение на из туда можно повоевать нос равно тяжко банка правда поставляется плохо потеряет вот сейчас плохая оппозицию за панды потому что не может задувать на всех он поэтому пытается отойти вот и разъедута и нормально получилось пытаются убить медведя медведей ставка это не за великанов скоро может погибнуть до смерти шапану до придется ставить и фоану нет но сказать или портасовы не может вернуться это несколько прямо леготич на плохо что статуй Я далеко не восстанавливаю всем здоровье. Великан минус суши. Это хорошая драка была для андеда. Теперь он может отменить это древо жизни. Но с другой стороны сюда пришли эти родственники древопорода. Итак, кстати, из-за того, что андед продал свой мейн, у него нет ни одного некрополя. И сейчас Ло Лайт видит все здания 120-го. Забавный факт. Ну, минус один экспант. Теперь нужно вынести перекопавшийся мейн. Кибер почти пятый. Невоязвимости есть. После телепорта стыки не куплен у панды. Один, кстати, ноль улучшения в армию игрока. Забавно. Опять НТ пошли. Сила природы. Так, конечно, нестандартный матч. Андед играет стандартно, но эльф играет нестандартно. Поэтому, как бы, типа, забавно. Непонятно даже, чем закончится. Ну, просто панда круто. А типа, кипер бесполезен до шестого. Хотя у него энты вызываются. И вот он харасит экономику. Это нормально, кстати, реально. При том, что некрополя нет и нельзя отстроить околитов. Воу, в натуре. Убийство околитов решается сейчас. Невозимость есть в руссер смерти. Надо быть поаккуратнее. Уже пол хп свой потерял. О, че, все красное такое прям. Пятый уровень у кипера. Пол ким. Ну, тут должен побеждать. Разваливается 120-й. Уже ничего не хватает. А-а-а! Вышел! Видели, став 0 у великана, он домой вернулся. Слушай, о, буб! А-а-а? На перезарядке. А у панды? Банда была неуязвимость. Просто бывает не успел с реки. Бару с ушей. Это, конечно, убийство панды. Это, конечно, жестко. Но... А, нет золота на его воскрешение. В таверне, по крайней мере. Ё, кипер. У него ничего нет. Слушай, че? Че? Че-что херакиле 120-й вытянет. Нет? Убьет? Нет маны на койл. Но он догонит. Нага убила. Че, сирид? Ахеракиле вытащил! Я пошла за байгуля. Почему визуальное дыхание панды не видно? Ахер его знает? Может, просто плохо прогрузился на тыс? Черт его знает. Я думаю, в следующей карте нормально все будет. На херакиле тупо вытащил, прикиньте? Красавчик 120-й. Еще кампэк нет еще. Ну, типа, сейчас стоит по 100%. Он выиграет. Душу, а это нет бабла, чтобы все герои вытянуть из таверны. Если он мог бы выкупить двух героев в таверне, было бы все норма. Так он не может это сделать. В первую очередь здесь восстанавливает муши. Муши хмельной очаг. Мне красавчик, красавчик, сейчас убивает. А вот я должен 120-й брать эту карту. Армию игрока атакует. Ну, микромомент резиста. Один и микромомент эггг. Стандартно. В Warcraft. В этой же игре он супер вовремя, вот буквально за миллисекунду нажал ТП, чтобы спасти себя Кайла. И он спас таким образом героя. Сейчас не успел поражать. Выкупил панду, да. Она с трубкой прозрения, поэтому кое-как жить можно. Сейчас этот мейн вынесется. А мейн-то есть? Кстати, тут, типа, в натуре, если убить всех этих Акалитов, то золото добычи у Антеды не будет вообще. Какие же классные у него артефакты, ничего не скажешь. Это два последних Акалита же, правильно? Да, два последних Акалита. Кек. Да убить, убить, да последний, да убей, вот. Камон, мужик. Хера, там четыре статуи. Шестой уровень. Пошла жара, пошла, давай. Не знаю, зачем он нажал, видимо. А, он хочет убить этого с размером, там это. Чё, фул окружение будет? Рожь. Иди, медведь. Блин, сейчас внутри его убьет, или чё? Да ладно. Да, убьет, убьет, убьет. Прикрывает. О, лайт, гений. Сейчас ещё одна панда всех развалит. Лича можно убить, у неё нет неуязвимости. Нага может передать, правда. Город в осаде. Воздух поднимается, Нага, чтобы она не передала ничего, или как? Сейчас, правда, ульта закончится, и банда откинет это. Пиво откинет своё. А, есть неуязвимость. Нормально. Купает Кипера. Кипер, ты, ты чё, ты куда? Блин. Да хера ты это сделал, ты, эльф? Чё? Прожал неуязвимость. О, ну, у неё своя неуязвимость, и чё, а эта статуя одну убьёт. Город в осаде. Паса хочет купить, или что? Невидимость, невидимость, невидимость. АТП прожимает, окей. А, там, мейнг и риткстар. Но золото добывается. Ну, шо, одна панда убьёт всех? Ха-ха-ха-ха-ха. Виспы пытается. Ну, ещё всё, золото, эльф не добывается. Алтаря нет. Он не может выкупить. Но у него есть золото, чтобы построить древо жизни где-то. Ну, ещё, ритки. А, чё ты, феликан забыл? А, откуда он тут вообще? Ты, ты куда пришёл, дурашка? Ты куда пришёл? Уставка. А куда? А, да. А? Андреа мудрости. Да, алтаря нет, мейна нет, поэтому не ставка и с Андреа мудрости. Ну, чё, пошёл, дотка пошла. А, он выкупил, кстати, раз смерти. Пипец, мпа какая-то. Город в осаде. Фантас. Я уже вижу эту картину, такая. Великан кричит такой, спаси меня, он такой, жди, жди, брат. Помощь придёт. С первыми лучами, он выкупил, один золото взял. Ну, чё, артефакты продал? Да, он продал. Как это хрень называется? Медальон храбрости. Ну, ульта есть. Дышит. Ища ультит. Всё, пошла. Сейчас надо всех пауков закопать. Ладно, не что, вы поняли. Он что, ты знает, кто хочет убить? Поехали. А кипер что делает? Козлик смотрит, ну нормально. Мы все пауки закопались. А просвета-то нет. Деснает. Куда? Оп, невидимая буря. Сейчас огонь умрёт. Как-то не получается. Ну, панта не имба получается? Или как? Уже сам не знаю. Кипер пытается... Опа. Нормально так бабахну только что. Ещё раз бабахну, там шестой уровень. Чё, ульту возьмёт? Шучу. И земля? А? Армию игрока атакуют. Тупо дота. Город пасаде. А, подожди, а... А, а? А где-то в калит взялся? Ну, типа, у него был один секретный калит где-то. Окей. Великан минус. Чек, ну, ставится ли база, она не ставится. Есть мана на койл? Да, есть мана на один койл. Сушан, на гу... Бааа. Не, всё, гг. 1-1. Не, это рофлокатка какая-то была вообще. Огонь. Прям супер. Прям, прям такая дотка, знаете. Дотка прям, рпг прям нормальная. Качественная. Качественная рпг, я бы сказал бы. 2-1 в пользу Алайта. Привет, Митр. Спасибо, Антон, ещё раз за поддержку. Так, что у нас тут катает? Дредворд! Ну, что за матч 120-го без дредворда, да? Мои господа, в решающей карте, когда ты можешь вылететь, катать дредворда против эльфа. Вот за что мы любим этого игрока. Тут же Хранитель Рощи. Никакого Демон Хантера. Есть нюанс. Те, кто запер и живут без него, для некоторых против. Это громкая проблема. Те, у них довольны или громко. Ну, не знаю, Евгений. Просто, как бы, ты понимаешь, абсолютное большинство людей, ну, типа, если мы говорим, как это про чатик, абсолютное большинство людей ничего не пишут в чатике. Они ставят на огромный экран трансляцию, и, как бы, для того, что им понять, с кем разговаривает стример, что за вопрос был и так далее, бывает так очень удобно. Я, например, считаю, что чатик на экране во время трансляции это необходимость. Я, например, считаю. По крайней мере, когда именно стример играет и общается с аудиторией. Понимаешь? Ну что? Фаст Экспанд от 120-го и, возможно, Фаст Экспанд от Хранителя Рощи в исполнении Ло Лайета. Хранитель Рощи, конечно, прям Ло Лайетом ярко обожается. Ярко демонстрируется. А потом скажет, что он специальный за уважение к Ло Лайет. Но он так никогда не говорил. Он только один раз так сделал против Хэппи. Потому что для него это принципиальная встреча. Наверное. Хрен он с ним. Кольцо защиты выпало плохой артефакт для Повелителя Ужаса. Одна из самых больших проблем этого артефакта, точнее, этого героя, что он зависим от артефактов. Ему желательно было иметь амулет энергии, но так как его нет. тут же когти-перчатки. Хорошие артефакты как раз для персонажа, у которого мало своего урона. А базу он пока что не ставит. Когти-ресурсы, возможно. Но ВИС в любом случае намекает. ВИС в любом случае намекает. Хочет забрать центр, но с такими силами это, конечно, не сделать. Третий уровень тут будет. Это значит, скорее всего, вторые корни. Он пока что вот, видите, не выбирает. Вторые корни означают агрессивный бойстайл. Вторые энты пассивный. Со вторыми энтами ты хочешь скрипиться. Со вторыми корнями ты хочешь идти и атаковать. Ну, тут можно попытаться отменить рудник, можно попытаться убить Акалита. Тут уже готова башня Неруба. Или Нерубская башня. Ой, Акалиты воюют. Все, погнали. Кстати, взял вторых энтов и при этом агрессируют, потому что ему нужен дополнительный энт, чтобы увеличить шансы отмены рудника. Ну, все, начинается. Общение двух платформ начинается. Не, он токи отменяет Экспанд. Это печальная ситуация для 120-го, потому что этот Экспанд является очень важной в его стратегии. Ну, тут база тоже параллельно не ставится. Акалиты выжили. Акалиты. Один умер. Да. Но вторую выжил. Кэп. Аура у кипера бесполезная, никто не берет. Но она очень слабо полезна, но в конкретных исключительных ситуациях ее иногда используют. Например, в зеркале ночных эльфов могут взять, например, вторым героем хранителя рощи и их прокачать до третьего уровня, взять вторую ауру для того, чтобы в зеркале медведей твои медведи были сильнее. Древо Мудрости ставится. Пока что только одно. Нагу вторым героем в темп себе берет. Если бы у дредворда был бы амулет энергии, то ему было бы очень просто от этого отбиваться, потому что он задувал бы свои стаи. А какой смысл способен дредворда сон? Дал плюху за сон, что у юнит, и он проснулся. Потому что эту плюху не сразу можешь дать. В том-то и проблема. Нет, доктор, я никогда чат большим делать не буду на кастах. Понятное дело. Потому что это не особо важная часть контента, но бывает интересно. Прибежал в атаку. Такое радикальное решение от 120-го. Отменяет магазин и возможно отменит треба мудрости. Оно, правда, достроится, но все равно можно сломать. Убивает много виспов, возвращается обратно хранитель рощи. Будет вызывать энтов, и энтами будет пытаться воевать. Виспы подошли для ремонта. Треба мудрости в итоге будет уничтожена. Здесь шахту также отменили, и армия возвращается обратно. Новая пытается ставить, его желательно отменять. Армию игрока такую. Слушай, убивает. Вероятно, убивает, по крайней мере. Порошок использует. Это минус кипер, да ладно? Или нет? Или тет, или тет, или тет, Возможно, урона хватит, чтобы увезти. Нет, убивает. Жесть, он герой третьего уровня убивает. Неплохо разменивается. Куча зданий сломал. Еще и сейчас куча юнитов убьет, но параллельно он шахту не ставит. У него стая есть, можно забрать тучку еще юнитов. Но он не задувал стаю, и, соответственно, у него нет маны теперь. Крест есть, он не боится умереть, но не хочется просто так этой способности просрать. Заметил, что тут, способность артефакта. Заметил, что уставится треба жизни, не собирается уничтожить своевременно. Святой телепортации нет, поэтому уйти будет тяжковато. Поряд, Игорянчик, спасибо тебе на добром слове. Древо чудес достроилось, можно будет восстанавливать ману, например, а базу все-таки в итоге отменил, но не хочется терять крест, опять же, поэтому надо бежать. Как-то он мельтешит туда-сюда 120-й. Шахта в это время ставится, второй зекурат также, и еще Т2 готова, он может заказать рыцаря смерти, например, или играть в соло Дредуорда с попыткой прокачать до шестого уровня. Наконец, ставит Древо Мудрости. В целом, два магазина, на секундочку, настолько распаниковался, назовем это так. Став купил. Дредуорд против Эльфа, Кений и Безумие, есть тиран, он на каждой карте новую стратегию играет. Так что, ты гений. Да, делает рыцаря смерти. Все-таки. Решил не играть через соло героя, потому что это прям сумасшедшая аркада. Вурдалаки в поете Т3, и в поете появление ярости вурдалака не, ну как бы, сильны, но не до безумия сильны. Поэтому надо или пытаться форсить Т3, или еще что-то. Пытаясь с вурдалаками забрать желтую точку, и взять сюда, например, большую банку маны. Зелень невоязвимости тоже сойдет, ауру бампиризма берет, чтобы самому восстановить хп, и вурдалаки чувствуют себя комфортней. Тут же с другой стороны получает жезву похищения маны. На самом деле против Дредворда сойдет. Сготовится башня духов, и полноценно рабочий экспанд, и при этом постоянно чекает здесь 120, чтобы быть уверенным в том, что база не будет ставиться эльфом. Эльф просто крепится. Темпует, Т3 уже сделал, может переходить в медведей, или великанов, ну скорее медведей, но при этом у него нет дабжатепства, у него нет второго древа мудрости. Нанял крошера, чтобы компенсировать то, что он может, ну, хорошо, то, что он, теперь он может породить с собой всех урдалаков в бой, а крошера, как бы, чтобы он работал. Ну, опять же, нет артефактов на ману, поэтому дредаорд, как бы, ну, это артефакты, что есть, что нет, пофиг, на самом деле. Ему нужны артефакты на ману, банкоманы, амулеты энергии, мантии интеллекта, робо-мага, и так далее. Пытаюсь здесь атаковать эльфа, очень мало, на самом деле, 33 на 24, куча дурдалаков. Да, падают зекураты, да, неприятно, да, с собой блок, один только упал, на самом деле. Можно окружить, можно окружить, окружение. Всегда к телепортации, пост к телепортации передал, он будет пытаться уйти, но там сон есть, поэтому уходить бессмысленно. А, не, ставку. Это зову я про ставку. Резорт смерти, вероятнее всего, здесь погибнет, или нет? Атента, атента, контроль, контроль отводит. Что за жесть творится, конечно. Т3 делает, ставит еще склеп и бойню. Возможно, это будут врудалаки сфинксы. Пока ничего не производится. Экспанда нету. Выглядит как игра для 120-го. Выглядит как игра... А, у него фрез, да, он передал он. Хорошее замечание, Арлокс. Не обратил внимания. Какая-то наркомания, вот ЭКВ кукусал. Ну, он всегда так играет, тиран, просто давно матч его не видел. Это же... Ну, он сумасшедший, он каждому, короче, это, ну, типа... У 120-го преимущества здесь. Мы чувствуем себя более чем комфортно. есть большая банка невоязвимости, но не хочется прожимать просто так, но был вынужден прожать. Магазина нет здесь, поэтому не может покупать банки маны. Ну что, статуя появилась, он теперь может все установить. Он ставит магазин прямо, да, на экспании. Тут всего три героя, все, лёля, тут всего три героя, и дриада, Джонни. Крест есть, он выбит из него крест, кое-что использовал напоследок. Т3 есть? Да, Т3 есть, делает ярость, без ярости не хочется воевать, но, видимо, придется. Умирает, Рецер смерти. Печально, но не более того. Если сможет окружить какого-то героя, то не страшно, там ставь есть, он просто его передаст. Надо ждать ярость фурдалаков, и ждать новых юнитов. Рецер смерти ждет. Магазин так же ждет. Блин, тут юниты умирают, конечно. Просто сферы яда, тупо три героя за сферами яда. Опять у, лавая, это тупо РПГ начинается. Магазин отменяется. Ярость фурдалаков только что появилась. Отмена магазина, это, конечно, супер неприятно. Рыбка, кошка и козел. Ну, тут нужна гигантская толпа фурдалаков, а это толпы фурдалаков. Нет, вот в чем проблема. Надо производить юнитов. А у него юнитов умирают, которые должны его помогать. убивать. А там экспанты еще снизу ставятся. И медведи, не великаны производятся. Великаны. И пипец, посетитель, это кладбище урдалаков. Это просто жесть какая-то. за смертью появится. Он даже не третий уровень. Жид пока у него врудалаки накопится. Ой-ой-ой. А у него нет никакой защиты. Акалиты разваливаются. Нет, тут блин, просто героями развалил. Просто героями развалил. А тут фурдалаков мало очень. Сейчас опять умрет. В стае. У него надежда на херакил какой-то. Он не став. Что он сделает? Более того, он атакует наугу, у которой есть щитманы. Умирает рыцарь смерти. Сфинкс, правда, поднялся. Вот сфинксы могут стать спасением. Третья стая. Сон бы сюда. На самом деле странно, что он сон не юзает. Вот сейчас сон. Тут, тут, сюда, 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 сон. Да, 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 да. И козла, и козла. Или нагу. Или козла. Теряется. Кипер хочет убить. Кипер мертв. ППЦ. Убьет. Если нагу убьет, это ГГ. Ну, не ГГ, но это, типа, это жестко будет. Это полный, ну, типа, полный камбэк в игру. Спередал став. Кипер покупает. Заигрался. Все равно добегать. Убегать отсюда. Надо делать еще сфинксов, наверное. И главное не отдавать своего дредуорда. Ну, вроде как, живет. Ну, блин, это таунт, конечно. Армию игрока атакует. Надо бежать домой. И вроде как убегает. Сфинкс сейчас умрет. Она умирает. Ну, козел, минус, нет став. Шахта сейчас облетется, и будет дополнительные ресурсы. Там третвор так-то почти 6-й, 5-й. 4-4-2 героя. И что за игра? Армию игрока. Ребята, мы регулярно смотрим европейские турики. Ну, скажите же, китайцы охеренные просто. Ну, каждый матч это просто... Вот таким вот бывает Варкрафт. Это важно понимать. Вот таким бывает Варкрафт. Классно. Уникально. Не, не классно. Уникально. Европейский Варкрафт тоже классный, но не уникально. Потому что при каждом матче, один и хилитель не другого. Пытается задувать свои стаи. Маны все еще есть. Можно задувать, продолжать. Нон-стопом просто продолжать. Ой, у еще один есть, но хочется третий уровень где-то взять. Блин, сейчас подставится, разы смерти. Он уже под корнями. Не, корни короткие. Из-за того, что это герой. Там Химер выходит он или как? Или что? Вдряд все-таки пытается. Просто тут Химеры кажутся такими прикольными и сильными в такой ситуации. Просто продолжают штамповать вурдовар. Армию игрока атакуют. Ну просто прикол в том, что герои эльфа сильны, но они как бы... Это как бы не Demon Hunter, например. А это не те герои, которые лютейшим образом скейлятся в лейт. Которые становятся сильнее с каждым уровнем. Игры китайцы как ТГВ, только более динамичны. Ну нет, ТГВ тоже, даже на фоне китайцев уникален. Но да, да. То есть, если для нас ТГВ в Европе это уникум, просто бриллиант, который обладает своим уникальным фойстайлом и пытается удивлять, то в Китае это, ну... Это нормально. Это не является чем-то вообще чем-то таким крышесносным. Почти пятый уровень у Кипера. Скорее всего, он возьмет вторых... Третьих энтов. Сон. Став есть? Да, став есть. Тут два амбулета энергии. Он выкупил, видимо. Резер смерти. Зелелечение есть. Должен жить. Сон. Сон для того, чтобы не ставнуть. Став это последний момент. Правда, можно окружить Великана, но там второй став есть. Надо до Снайту отойти. Возвращается обратно Кипер. У него став есть, поэтому Великан будет спасен. Вурдоваки сыпятся. 41, 31. Еще один сфинкс поднимает. Вот сфинксами можно оттащить в такой ситуации. Там в ряд есть. Койл. Второй Койл, кстати. Спасается. Тут нужно Гаргули делать. Койл еще. Да ешь, я не успел долететь Койл. Но есть золото, чтобы выкупить. Есть золото, чтобы выкупить. В этом не трагедия. Но Дрецер смерти подошел. По-моему, 120-й Койла Туру уже отпустил. Обидно. Обидно. Были шансы к успеху. И уже привел к успеху. Он один из самых сильнейших игроков Запада. Армию игрока атакуют. Итак, 11. 120-й против Лолайта. Второй Некрополь. Почему вставить второй Некрополь? Потому что я, видимо, пропустил начало. И он прибежал вурдалаком. Да, вот он бегал вурдалаком для того, чтобы попытаться отменить строительство древа войны. И это, судя по всему, не очень получилось. Армию. Нох, они думают, что Хавка прокомментирует с тобой никакие турниры. Но мы один раз комментировали уже вместе, Алексей. Просто он же играет на турнирах. Ему нет времени комментировать. Он играет на турнирах. Но как-то один раз на одном турнире, который он не играл, красиво, да? Мы один турнир вместе прокомментировали. Больше всего в голос на прошлом турнире, когда Кейк спрашивал Хавка. Сергей, я хочу задать тебе вопрос. Ты анимешник? Самое забавное, это то, что как Хавк серьезно ответил на этот вопрос. Ускользание. Просто, чтобы меньше урона получать на первом уровне при хриппинге. Он просто знает, что до второго уровня он не будет сталкиваться с оппонентом. Ставит второй склеп. Он что, планирует вурдалак крашить? Ну, это 120-й. Он продает светок телепортации. Это вурдалак крашит, господа. Погнали. Прето, почему на старой графике? Потому что это китайский турнир. Чтобы стримить китайские турниры на новой графике, нужно быть китайцем. Так исторически сложилось, что я не китаец. Ну, посмотрим, как сработает вурдалак краш. Прямо сейчас там делается Т2, но ставится второе триал войны, и есть стенка зданий. Поэтому окружение лютейшее, если ты телепортация сейчас будет прожимать. Рассеивание много скелетов, но это фигня. Вурдалак краш продолжается. Окей, почему ты не китаец? Я не знаю. Сам задумываюсь об этом все время. На такое укинуть? Какого-то там или вурдалака. Вот меня я треал войны. Не успеет построиться. Откоил своего вурдалака. Нет, смотри. Окружение очередное... Йооо, это минус. Или выйдет. Успел выйти, успел выйти. Не успел подконтролить вурдалака, чтобы закрыть проход, который сформировался из-за отступления. Рыцаря Смерти. Сейчас надо бегать, виспов там, царапать, там всех царапать. Рыцарь Смерти что-то подставляется прям. Т2 есть, скоро будет, можно будет наку взять. Деснает пытается как-то жить. У него это получается. Порошок используют для того, чтобы добить арчорок, чтобы они спрятались. Пытаются убить колодцы, чтобы сапой блок был. Очень побитый Деснает, конечно, забей. Древо войны все-таки это достроилось. Нанял Крошера. Эльф. Ну, просто, как бы Диман Хантер уже такой прям полный. Фух, хпшный. Зря прибежал. И подошел, ударил и промахнулся, конечно же. Колодец. О, 2 хп! Да что? Это что за локерок на Андейде? Ну, по-моему, Вурдалак Раш провалился. Это фиаско, пацаны. Да. Ну, основная проблема в том, что Рыцарь Смерти, конечно, в лицо получился слишком больно. А, он панду взял даже, не нагу. Ну, типа, да, панда норм против Вурдалаков, понятное дело. И он продолжит все-таки. А, вот, ритуальный кинжал. Ритуальный кинжал все еще слабый. Как выложишь ли ты эти катки отдельно? Не знаю. Ну, вторая карта заслуживает, но я не уверен, что выложит. Давно не было кастов на новой графике просто. Постоянно какие-то классные катки в онлайне. Я их вырезаю. О, кстати, знаете, что я хотел сделать? Я забыл кое-что сделать. Сейчас, все будет. Раз я с вами часто общаюсь, чтобы какой-то контакт был. И чтобы люди понимали, что я не сумасшедший. О. Почти уже третий уровень. Можно будет вторую ауру взять. Потом он тут подставляется. Слушай, окружение панды. Можно убить. До сих пор тут баг с дыханием какой-то странный. Очень сильно хочет убить панту. И панта умирает. Если бы что-то сделать, поменять название стрима. А ну, стример тупой. Нормально все. Слушай, 30 хп. У него нет никакого спасения. Минус. Но тут очень много вордулаков. 30-17 лимита. 120-й в итоге сдался. Потому что, ну, ладно. Это 2-1 к пользу. О.